Вот эти каналы, глобальная волна, институт Б, не знаю, как он там правильно называется, ну пусть будет Китлеров, плоская земля или сотовая земля, они для чего нужны? Для вооружения, вооружиться, ну можете их назвать, и понимаете, знание, любое, которое получаешь, его так и называют знание, то есть идет процесс познания, в какой мере вы уже получили значение первого уровня, когда это услышали, это первый уровень, ага, вы знаете, он говорит об этом, то есть я могу к нему обратиться, мы можем завести дискуссию, и пойдет процесс, хотя бы знание первого уровня, это уже здорово, хотя чему, это не похвала, а это так оно и есть, не надо ничего мутить. А то, что испаряется и потом капает на горы или в другие места, ну дождем или снегом, осадки так называемые, они потом, естественно, стекают в моря, а потом в океан, это все простые соединяющиеся сосуды, я это хотел сказать, передаю слово. Да, я сейчас два слова скажу, значит, смотрите, плоскость, на которой мы живем, буду постоянно миллионы раз живем, она не плоская, значит, просто представьте мысленно, шестигранную соту, в нем находится буквально самое настоящее яйцо, это купол сверху и снизу, в этом яйце находится желток, вот мы находимся на верхней части этого желтка, вот на этой карте, в принципе, в принципе, максимально приближено положение вещей, то есть прикупанный футбольный мяч в землю, то есть я уверяю, земля не может быть плоской, это природа вообще плоскости не терпит, она все равно, мы видим, вот видите, плоскую поверхность, но она вниз уходит все равно в форме, ну скажем так, назовем условно шарообразной формы, не знаю, пошло ли это зрителям в эфир или нет, но в данном случае я даже вот как бы картинку сделал, вот просто попытался показать, как наша стилизованная сотовая структура выглядит со стороны, то есть мы живем в одном яйце, вот, в этом яйце находится желток, мы живем на одном из этих желтков, рядом с нами находятся такие же яйца, в них своя жизнь, соток, в которых мы живем, вот максимальная стилизация, максимальная, то есть этим, кстати, я думаю, физики какие-нибудь смогут объяснить приливы и отливы, но я без физиков объяснил, детская юла доходчиво показывает, как это происходит, то есть вот эта поверхность, она не статична, она как юла немножко вправо-влево заламывается, то есть она все время идет по кругу, земля не стоит на месте, она все время по часовой стрелке движется, вот, и немного заламывается право-влево, право-влево, вот кто трансляцию смотрит, я надеюсь, это обновите страничку, скажите, зрители увидели вот это изображение или нет, для меня, да, спасибо, слава, у кого-то сейчас день, а у кого-то ночь, в чем причина, что такое день и что такое ночь, по-вашему тогда? Значит, в нашей соте, по моим скромным подсчетам, существуют три солнца-лампочки, значит, они здесь, в принципе, показаны, здесь нарисована луна, значит, солнце на каждом промежутке ячейки, ну, допустим, давайте Африку, вот над Африкой светит свое солнце, оно все время ходит по кругу и вверх-вниз, как американские горки, то есть она делает круг солнца и вверх-вниз, а люди говорят, ну, оно же уходит за горизонт, никуда оно не уходит, солнце-лампочка затухает, то есть, знаете, вот в комнате, может, у кого-то есть прибор, и лампочка горит, и вы специальной, скажем, рукояткой крутите, и делаете ее то темнее, то светлее, солнце... Ты можешь сказать, что на юге, на экваторе, там хорошо сделали, хорошая лампочка, у меня на севере плохая? Да, 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 не качественно. А что такая несправедливость-то? Да, вот оккупанты хотят нас белорозовых, это и морозом, и всем попало, это... То был год, солнце, день, трое года, ночь как-то, то, говорит, верю, то не верю. Ладно, ребята, спасибо, отлично, будет время, заскочу к вам, не надо чертить. Да, будем ждать, Николай, спасибо. Ага, а это Вячеславу очень хотелось, как бы он вот совместил с ребятами с разницей в 6 часов, в 4 часа, вот на этот вопрос, кто будет доказывать, что солнце у него, а не у тебя, это мое солнце. Шикарно, шикарно. Моя лампочка. Да, моя лампочка. Ага, ну счастливо. Пока. А, да, еще, как этот, у вас в прямом эфире в Ютубе идет или нет? Конечно, да. Ссылочку я бы вкручил в Ютубе. Да, сейчас. Ага. У нас круглосуточно. Так, 80 человек нас сейчас изучают, наши мысли, даю ссылку на трансляцию. Ага, о, спасибо. Ага, будет возможность зайду, у меня есть ваша. Ага, ну, мы перезапускаем иногда. Так. Ну вот, Валера, я бы хотел, чтобы ты эту схему тоже детально обмазговал, которую я тебе показываю, чтобы в ней нести какие-нибудь поправки себе в свои... А там, по-моему, кроме Луны нарисованы эти лампочки, три лампочки или две лампочки? Ну, две, но одну не дорисовали, одну не дорисовали. Здесь вообще немножко неправильно. На месте Луны должна быть лампочка, а Луна должна быть значительно выше, под куполом. Здесь немножко художник это зачудил. То есть Луна находится... А что это вообще за рисунок? Ну, как это? Люди-то знали сравнительно недавно, как Земля выглядит. Этому рисунку, извините, он был нарисован в 1893 году. Еще 120 лет назад люди прекрасно знали истинное положение вещей. Почему меня сейчас терроризируют с плоской землей, когда 120 лет назад для людей это было как дважды 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...